Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебры 7 класса 2-й мерзляк-полонский кер под номером 138. Нас просят доказать тождество. Тождество – это равенство, верное при любых значениях, входящих в него переменных. И чтобы его доказать, используют один из тех методов. Либо тождественно преобразуют одну из частей данного равенства, получая вторую, либо тождественно преобразуют каждую из частей данного равенства, получая одно и то же выражение, либо доказывают, что разность левой и правой частей данного равенства тождественно равна нулю. Поскольку у нас у всех шести равенств правая часть не нуждается в преобразовании, то мы будем преобразовывать левую часть, получая правую. Какие преобразования называются тождественными? Это свойства арифметических действий – переместительное, сочетательное и распределительное. Приведение подобных слагаемых. Поэтому приступим. Итак, по цифре 1 тождественно преобразуем левую часть. Минус 5х переписываем. И применяем распределительное свойство умножения. Минус 6 умножаем на 9 – минус 54. Минус 6 умножаем на минус 2х – получаем 12х. В произведении чисел с одинаковыми знаками число положительное. И дописываем буквенный множитель 12х. А теперь приводим подобные слагаемые. Минус 15х и плюс 12х. От 12 отнимаем 5, получаем 7х. 7 и дописываем буквенный множитель х, 7х. И переписываем минус 54. Итак, после преобразования мы с вами получили правую часть. И этим мы доказали с вами данное тождество. По цифре 2. Применяем распределительное свойство умножения. 1 третью умножаем на 4. На 12 – это то же самое, что 12 разделить на 3. Получаем 4. 1 третью умножаем на минус 0,3у. Результат будет отрицательный. Ставим знак минус. А теперь 0,6 делим на 3. Получаем 0,2. И дописываем буквенный множитель у. И плюс 0,3у. Приводим подобные слагаемые. Подобные слагаемые – это такие слагаемые, у которых одинаковая буквенная часть. 0,3 минус 0,2 – это будет 0,1. Дописываем буквенный множитель у. И прибавляем 4. Мы знаем, что от перестановки мест слагаемых сумма не изменяется. Это переместительное свойство сложения. И мы получили с вами правую часть равенства. И этим мы доказали с вами данное тождество. По цифре 3. Применяем распределительное свойство умножения. 3 умножаем на 7 – 21. 3 умножаем на минус А – минус 3А. Минус 7 умножаем на 1 – минус 7. Минус 7 умножаем на минус 3А. Произведение чисел с одинаковыми знаками – число положительное. 7 умножаем на 3А – 21А. И теперь приводим подобные слагаемые. От 21 отнимаем 7. Получаем 14. К минус 3А прибавляем 21А. Результат будет положительный, потому что перед числом с большим модулем стоит знак плюс. А теперь от большего модуля отнимаем меньше. То есть от 21 отнимаем 3. Получаем 18. И дописываем буквенный множитель А. Итак, опять мы получили с вами правую часть данного равенства. Этим мы доказали наше тождество. Преобразуем левую часть равенства. Применяя свойства арифметических действий. И вначале у нас перед скобками нет никакого знака. Это знак плюс. А если плюс перед скобками, то мы этот знак плюс не пишем, скобки не пишем, а выражения в скобках не меняют знаки. Просто остается 6Х минус 8. Еще говорят, опускаем скобки. Минус 5Х переписываем. А теперь у нас перед выражением в скобках стоит знак минус. Минус этот не пишем, скобки не пишем, знаки в скобках меняем на противоположные. Перед 4 никакой знак не стоит, это знак плюс. Меняем его на противоположный, на минус. Минус 9Х, меняем знак на противоположный, будет плюс 9Х. Приводим подобные слагаемые. 6Х минус 5Х, это Х. К Х прибавляем 9Х, получаем 10Х. Минус 8 и минус 4. Результат будет отрицательный. Складываем модули 12. 10Х минус 12, мы получили с вами правую часть. Значит, мы доказали тождество. По цифре 5. Преобразуем левую часть, применяя распределительное свойство умножения. 3 умножаем на 2,1, получаем 6,3. И дописываем буквенный множитель М. 3 умножаем на минус Н, будет минус 3Н. Минус 0,9 умножаем на 7М. В произведении чисел с разными знаками, результат отрицательный, ставим знак минус. Умножаем десятичную дробь 0,9 на 7. 9 и 7, 63. И отделяем запятой один знак, потому что у первого множителя один знак после запятой. И дописываем буквенный множитель М. Минус 0,9 умножаем на плюс 2Н. Опять произведение чисел с разными знаками, результат отрицательный. 0,9 умножаем на 2. Для этого 9 умножаем на 2, 18. И отделяем запятой один знак. И дописываем буквенный множитель Н. Ну, а теперь осталось нам привести подобные слагаемые. Обращаем внимание, что 6,3 М и минус 6,3 М – это подобные слагаемые. Они равны, но отличаются знаками. Они говорят, что они взаимно уничтожаются. То есть их разность равна нулю. Минус 3Н и минус 1,8 Н. Результат будет отрицательный, потому что у вас числа отрицательные. И складываем модули. К трему целым прибавляем 1,8, получаем 4,8 и дописываем буквенный множитель Н. По цифре 6. И снова мы пользуемся первым методом, преобразуем левую часть. Для этого мы применяем распределительное свойство умножения. 2,3 умножаем на минус 3,8. В произведении чисел с разными знаками результат отрицательный. Ставим знак минус. Ну а теперь в числителе будет 2 умножить на 3. А в знаменателе будет 3 умножить на 8. Потому что произведение двух дробей – это дробь. В числителе произведение числителей, в знаменателе произведение знаменателей. Сокращаем на 3 и сокращаем на 2. В числителе 2 делим на 2 – 1. В знаменателе 8 делим на 2 – 4. Получаем минус 1 четвертую. Это мы перемножили коэффициент и число. И дописываем буквенный множитель х. Теперь 2 трети умножаем на 6. Как мы умножаем дробь на натуральное число? Мы это число умножаем только на числитель дроби. Получаем 12. Черта дроби заменяет действие деления. 12 делим на 3. Получаем 4. Плюс 4. Минус 1 шестую умножаем на 24. Знак будет минус, потому что произведение чисел с разными знаками. Ну и теперь точно так же мы дробь умножаем на натуральное число. Мы это число умножаем на числитель дроби. Получится 24. И делим на 6. 4. И осталось минус 1 шестую умножить на минус 1,12х. Поскольку произведение чисел у нас будет с одинаковыми знаками, результат положительный. А теперь как мы умножаем 1 шестую на 1,12? Мы 1 шестую умножаем не на смешанное число, а смешанное число преобразуем в неправильную дробь. 1 умножаем на 2,2 и плюс 1,3 вторых. И тогда мы получаем дробь. В числителе произведения числителей 3х1 это 3, а в знаменателе произведения знаменателей 6 умножить на 2. Сокращаем дробь на 3. В числителе единица. В знаменателе 6 делим на 3,2. И в результате мы получаем 1 четвертую. 1 четвертую. И дописываем буквенный множитель х. Ну и теперь мы видим минус 1,4х и плюс 1,4х. Отличаются только знаками. Значит, они взаимно уничтожаются. Плюс 4 и минус 4 взаимно уничтожаются. От 4 отнять 4 это 0. Поэтому в результате мы получили с вами 0, а это правая часть нашего равенства. Таким образом мы доказали тождество. Все, мы закончили с вами выполнять эту работу. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.